всем привет друзья ну что продолжим с вами путешествие по уголкам разума нашего детектива ведущего расследования в игре калов ктулху посмотрим какое безумие игра приготовит нам сегодня шестой главе который называется особняк хокинсов в прошлый раз я выбрался из веселой больнички местной долго я пытался это сделать душно очень уровень был надеюсь что сегодня все будет несколько веселее и бодрее а ну да 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 начинается с заставки которые мы с вами посмотрели в конце прошлого видео видимо контрольная точка так расположена что она перед заставочки нас сохраняет но и загружает да вот с этого места как наш герой очнулся в ужасе да именно так внизу констебль и врач которая вытащила нас по крайней мере подсказала путь для выхода из страшного подземелья в больнички сидят и беседует мило прежде чем к ним я спущусь я сейчас открою характеристики персонажа и раскидаю очки я когда бродил по больничке я в один момент раскидывал доступные очки уровня у меня было шесть очков но видимо я там какой-то очередной раз спалился и поэтому эти очки не сохранились поэтому теперь у нас доступно аж 9 их по завершению предыдущей главы так что давайте сейчас мы их раскидаем что во что вкачивать только непонятно как обычно посмотрим поиск 55 процентов 40 40 психология 50 и поиск 55 то есть их ближе всего до следующего уровня прокачать и нам кстати игра здесь намекает каждый раз сколько очков до следующего уровня давайте поиск тогда прокачаем 1 3 очка всего лишь надо надо вбить до расследование физическая сила я вот не знаю насколько физическая сила нужно за все время игры мне она могла пригодиться только один раз когда помните была загадочка с глобусом и потайной дверью в это в подземелье и естественно там был вариант по раскинуть мозгами ввести вот координаты то что я сделал и дверь открывалась а был еще вариант помните я нашел там шестеренки которые этой двери управляют и если бы наш герой был более подкаченный занимался бы чаще на турничках ходил зальчик он может быть эту шестеренку бы сдвинул голыми руками не пришлось бы париться с глобусом но не знаю насколько тут часто будут попадаться такие штуки дальше я правда могу догадываться что поскольку дальше у нас нашим рассудком будет все хуже и хуже возможно мы еще с какими-нибудь другими сектантами будем сталкиваться от которых нам придется отбиваться не исключено но я бы вкачал психологию друзья вот так вот полностью шанс взломать замок повышает это в принципе неплохо в больничке этим неоднократно пользовался 45 давайте в расследованиях качаем так нормально 50 по 70 здесь 6 до следующего уровня нормально короче в общем сойдет ребят я блин честно признаюсь всегда что я не умею ни в каких играх нормально прокачивать персонажей поэтому даже не буду честно говоря слишком уж заморачиваться по этому поводу все хорош тратить на это время время ценно вы проснулись мистер пирс как вы себя чувствуете я долго спал день только начинается все в порядке как наш беглец доктор фольдер не сообщил о вашем исчезновении охране но скоро наверняка это сделают брэдли а кто же еще мистер пирс как вы себя чувствуете вы словно призрака увидели тут происходят вещи которые я не могу объяснить расскажите нам что произошло так ну надо бы начать сначала так то что они сделали ну давайте поговорим с ней судя по энергии с которой он отдает работу отдается работе в институте это он основал этот институт если быть совсем точным то его отца он был хирургом на борту сциллы тот основал больницу в 1904 году на средства хокинсов а когда он умер руководителем стал его сын томас два прочно связанных семейства между собой связаны большинство семей на острове отец капитана фитц роя тоже был моряком могущественные семьи все по себе подминают да доктор хуллер словно какой-то безумный император он не обрадуется узнав что мы лезем в его дела я понимаю что рискую я его не боюсь хотите узнать что-то еще доктор хуллер кажется оставляет за собой след из трупов не говоришь про те странные машины цепи и разные инструменты да я же говорил вам что фуллер использует своих пациентов как подопытных кроликов судя по тому что я видел он скорее мучитель чем врач да вы сами понимаете что говорите доктор хуллер очень уважаемый человек это правда этан и я вам это докажу я слушаю вас мистер пирс так ну с ними поговорили я встретился с фрэнсисом сандерсом вы его знаете конечно же это наш пациент или бывший пациент я не видел его с тех пор как доктор хуллер перевел его в подвал он знал хасару хокинс и это его прикончило что как он умер я не знаю смогу ли это объяснить расскажите мне как умер мистер сандерс а так кризис я не видел что это было но там рядом с нами совершенно точно что-то было о чем вы сандерс говорил что это был гость сары хокинс он говорил о нем как о живом существе сара хокинс я что-то пропустил это не имеет смысла я не понимаю как это может нам поможет нам раскрыть дело хокинсов вы в самом деле думаете она в этом замешана разве она могла убить мистера сандерса франсис сандерс упоминал миссис хокинс прямо перед смертью это не совпадение знаете франсис сандерс известный коллекционер живописи полагаю вы можете нанести визит его жене и рэн сандерс не говорите коллекционер наверное так и познакомились если вы собираетесь на обед в дом сандерсов прошу вас избавьте вдову от подробности о страданиях мужа я не согласен она заслуживает узнать правду но это правда может быть неполной мы же точно не знаем что именно произошло вы правы у нас нет правдоподобного объяснения тому что случилось поэтому не будем переходить к выводам это и впрямо разумно хорошо я поговорю с водовой франсиса может быть я найду связь между смертью ее мужа и сарой хокинс только не окажитесь в больнице на этот раз снова постараюсь да я очень постараюсь я правда не успел с вами еще на какие-то по-моему темы поговорить и интересно как это повлияло на мою судьбу подождите-ка выбор который я сейчас сделаю это как-то отображается на вкладке рассудка или еще чем-то нет нет непонятно ну ладно не говори дружище у меня тем более я вообще уже не отделяю реальность от вымысла пойдемте узнаем правду о том что происходит на острове поговорите со вдовой сандерса окей я только за а мне надо через весь дом проходить чтобы выйти отсюда или что вот так вот уходим пирс колден и брэдли решили объединить усилия чтобы раскрыть дело сарой хокинс у них есть новый след франсис сандерс коллекционер живописи и друг художницы который погиб на глазах у пирса детектив идет к нему домой чтобы поговорить с его вдовой о гости которого несчастный упоминал перед смертью мне кажется это здравое решение не говорить пока всех подробностей потому что мы сами в них еще не разобрались окончательно вообще не надо никогда делать слишком поспешных выводов чем я могу помочь вам сэр миссис сандерс я честный детектив мы должны поговорить о вашем муже и его отношениях с сарой хокинс можно мне войти да пожалуйста но прежде чем мы продолжим вы должны узнать что мой муж вчера умер именно поэтому я и пришел так так гляньте как кто здесь вы знакомы пересекались у храброго детектива настоящий талант совать свой нос в дела которые его не касаются я сталкиваюсь с ней каждый раз когда мне приходится расследовать чью-то смерть остров маленький детектив и это мой остров поэтому лучше когда ты сталкиваешься со мной вы расследуете смерть фрэнсиса почему кто вас нанял я говорил с фрэнсисом незадолго до его смерти его история как-то связана с делом над которым я работаю что ж раз уж это дело меня не касается я буду в кабинете вашего мужа ирен продолжим позже хорошо мисс бейкер сюда мистер пирс устраивайтесь поудобнее похоже вы мне можете многое рассказать блин что делать здесь эта дамочка вредная а не ожидал ее тут встретить прямо скажу могу ли я узнать когда вы разговаривали с моим мужем вчера я встретил его в лечебнице мы разговаривали про сару хокинс конечно же он говорил с вами о ней он только о ней и разговаривал о саре хокинс и ее картинах прошу простить мой тон дело в том что мне не разрешали видеться с ним с тех пор как он оказался в лечебнице а вы совершенно чужой человек увиделись и даже поговорили с ним в день его смерти как это было вы были рядом когда у него случился приступ что произошло так вот тут надо важно выбирать правильный ответ просто страшно кричал так когда это произошло меня не было вы хорошо держитесь не знаю давайте попробуем воспользоваться психологией ребят то что случилось с вашим мужем просто ужасно миссис сандерс но судя по тому что я видел это было неизбежно человек которого я встретил вчера потерял рассудок он больше не страдает если позволите мне такую банальность конечно же спасибо за добрые слова ни один человек в этой лечебнице ни за что не снизошел бы до меня но так просто меня не утешить я должна понять как это могло произойти в таком известном институте и прямо у вас на глазах вы не сделали ничего чтобы ему помочь ну я честно говоря мало что мог сделать так это навык красноречия да ну а это просто варианты диалога нет я буду красноречие проверять ребят чё случившееся с вашим мужем поистине ужасно но я не имею к этому никакого отношения я был ранен и натолкнулся на него в больнице совершенно случайно ранен? что ж я рада видеть вас в добром здравии детектив не каждому удается так быстро встать на ноги видимо фуллер творит настоящие чудеса снова и снова удача видимо к вам благосклонна я устала мистер пирс я буду благодарна вам если вы скажете что хотите а потом уйдете так что тут делает кэт откуда вы знаете сару хокинс нет я вот лучше разблокированный ответ выберу муж говорил с вами про гостя сары хокинс бродягу если быть совсем точным только о нем и говорил если вы можете себе это представить она висит прямо в центре галереи лучшее место для картины которая обеспечила ему привилегию такой позорной и жалкой смерти подождите ка так бродяга это картина картина сары хокинс а че же еще кто еще такие ужасы рисует смотрите сами если хотите сейчас это моя единственная зацепка полагаю мне нечего терять значит вы плохо меня слушали что до меня то я больше не захожу в галерею но если вы так хотите ее увидеть спасибо миссис Сандерс это не займет много времени так ну что ж сейчас пойдем осматривать жуткие картины в этот день бродяга пришел в жизнь читы Сандерс это вот эта вот картина бродяга да вот с этим монстриком напоминает этого напоминает этого какого нибудь пса из этого из метро или из сталкера не помню как их там зовут нормально в самой игре но не суть уважаемые госпожа я подтверждаю получение письма в котором вы требуете вернуть вам тело почившего мужа с сожалению вынужден сообщить что я не могу вернуть его вам в момент его помещения в лечебницу вы подписали форму отказа которая позволяет мне избавиться от тела таким образом превошу вам свои глубочайшие сборезнования Томас Фуллер как удобно то он устроился а Фуллер то этот просто блеск так мы здесь можем включить режим расследования интересно подождите а почему мне сказали осмотрите бродягу а режим расследования в этой комнате я так понял что бродяга в галерее же висит а галерея это в другом месте как он Франсис Сандерс и Сара Хокинс были близки может быть даже дружили дом художников журнал приобретений Сандерса напротив бродяга он написал наконец то чего же так боялась Сара Хокинс если не хотела продавать картину он наконец то победил Сандерс знал о своем неизбежном конце она ревновала она ревновала к Саре Хокинс наверняка если ее муж так много общался с этой молодой и как бы талантливой художницей могу себе представить да в общем то и по разговору с ней это было очевидно она сначала отказалась продавать картину как же она себя чувствовала бродяга нужно ее увидеть пойдемте ну томик по медицине подобрали отлично второй том описывает всевозможные заболевания от газовой гангрены до еще чего-то там очень сложного что я не могу прочитать ну прекрасно вот в реальной бы жизни еще знания также прокачивались подбиранием книжечек обычным запись для фонографа запись для фонографа интересно не спешу идти в галерею хочу посмотреть еще что я тут мог упустить да и честно признаться я не знаю где галерея находится ну за какой-то из тех дверей видимо а во фонограф прям тут ну-ка ща прослушаем Ирен я совершил ошибку боюсь теперь уже слишком поздно никто не должен сюда входить разве что для того чтобы все сжечь мне так и не хватило храбрости заплати кому-нибудь чтобы они это сделали он в моей голове я вижу его под веками каждый раз когда закрываю глаза я больше не могу это выносить я не могу сдерживать его прости меня это та проклятая галерея эти проклятые картины это проклятая Сара видимо сюда нам да нет куда сюда нет наверх что ли а нет здесь коридор здесь просто поворот окей так погодите а здесь Кэт стоит это как бы кабинет да Сандерса древний амулет скорее всего индейский интересно для чего он предназначен кит и треска краткая история острова Дарк Уотер окей снотворное странно несколько месяцев Сара Хокинс отказывалась расставаться со своей картиной и вдруг просто подарила ее дорогой Фрэнсис умоляю тебя не мечтать даже об этой проклятой картине если наша дружба для тебя хоть что-то значит пожалуйста избавь меня от чувства вины я не могу стать причиной твоего падения прошу тебя мой дорогой друг забудь о бродяге твоя подруга Сара Хокинс да действительно подозрительно сначала она не хотела вовлекать в это дело Сандерса а потом вдруг так легко взяла и подарила ему эту картину хотя наверняка догадывалась о том какой эффект она может произвести на него так 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 любопытно дневник жены священника в этом томе рассказывается о сообществе преподобного Виквуда его жена обеспокоена странными снами которые снятся пастве преподобного с момента прибытия на остров некоторые члены сообщества в том числе ее муж начали говорить будто бы эти видения посланы им Богом она боится что их всех ждет судьба пропавшего племени да ребят аккуратнее надо к основам-то относиться и быть внимательнее к тому кто их посылает вопрос о анатомии ну отлично медицина еще прокачалась шикарно ключик ключ от галереи Сандерса подождите нам же вдова Сандерса же разрешила войти в галерею я думал она нам и ключ дала а что это за книга это книга про ктулху что ли давайте не будем читать тогда ее а или мы можем прочитать блин неудобно можно было бы сохраниться перед чтением я бы попробовал прочитать так непонятно конечно ты уже второй раз переходишь мне дорогу детектив постарайся чтобы это не вышло в привычку у меня много вредных привычек одни очень опасно другие не очень зачем ты пришел в эту галерею не знаю правду ей сказать что ли или нет из-за еще одной картины Сары Хокинс она связана с ужасами которые я обнаружил на этом острове какой сюрприз я слушаю а что же тебя привело домой к Сандерсу я тут по делу Ирен попросила меня избавиться от этих картин она не планирует больше здесь задерживаться почему ты веришь или нет но в Дарк Уотере много коллекционеров нужен человек со связями и с транспортом поэтому выбирать приходится между Фицероем и мной а со мной дело иметь приятнее не находишь не знаю мы с тобой дело пока не имели и как-то честно говоря не очень хочется поэтому так вот это самая галерея да жутковато здесь конечно что-то она какая-то больно больно безразмерная от кого здесь прятаться подождите это же как как в больничке прям система игра ты чё я только от этого избавился только ушел с этого ужасного уровня с прятками это это весь твой комментарий пирс и все ну ладно кстати вот похожая картина висит в особняке Хокинсов напротив нее мы спали по-моему что-то вот прям очень похожее не знаю если бы я был коллекционером ребят я бы такое точно не стал бы скупать хотите верьте хотите нет этот человек целое крыло своего особняка превратил в галерею в галерею ужасов я бы сказал вон он бродяга сейчас давайте осмотрим все остальное прежде чем к нему идти потому что я уверен что запустится какой-нибудь скрипт когда мы взглянем на эту картину что-то сфинксу поплохело как-то не находите ну тут вообще всем поплохело стремные изуродованные произведения искусства так сказать ну вот лев с шупальцами вместо волос очень содержательный комментарий чувак было бы классно если бы я тоже мог так все прохождение комментировать говорит все время так это мы похоже подзаправили нашу зажигалку или лампу маслом интересно интересно зачем здесь эти возможности есть я чувствую сейчас что-то будет я думаю что сейчас я взгляну на картину и нашему герою снесет башню и нам как раз придется бегать от каких-нибудь монстров по всему дому и прятаться в шкафу я вот прям предчувствую я не знаю ребят я в эту игру не играл до этого но но у меня есть такое ощущение всего происходящего здесь ну ладно в общем все осмотрено лампа заправлена давайте взглянем на эту зверскую картину еще маслица кстати вот и перед картиной нам маслица тоже предлагают заправить это все неспроста не нравится мне это ребят и вот прям знаете вот иногда вот в играх бывают моменты когда ты понимаешь что сейчас вот что-то будет такое и ты вот прям вот прям вот тебе не хочется чтобы это происходило я вот прям чувствую что сейчас блин начнется какая-нибудь хрень ну-ка кинжал уже был в коллекции Сандерса или тот только пытался завладеть им не обладая даже крупицей таланта Сары Хокинс Сандерс в мельчайших деталях нарисовал кинжал необычной формы на гарзде изображен эзотерический символ который часто встречается в его переписке с Сарой хорошо это я надеюсь поможет нашему расследованию ну в окно что-то видно ну так чуть чуть ну что все готовы друзья я вот не очень честно признаюсь но давайте нажимать активную точку и запускать скрипт и запускать скрипт все крыша уехала портал в параллельный мир открылся оттуда полезли монстры ну это кстати не Ктулху это какая-то другая фиговина оттуда вылезает а это вылезает та фиговина которая там была нарисована собственно ну такое так блин игра сохранена главное чтоб нас не сожрали так где эта хрень бродит то где выход то чтобы спрятаться в шкафу нажмите е спасибо а выйти я могу отсюда не а не могу давайте спрячемся хоть слушать не ну это как-то странно я не могу выйти могу только в шкафу ныкаться от этого монстра ну как-то такое себе вообще честно скажу еще раз дверцу попробуем дернуть не а выбора нет нужно избавиться от этого кошмара нычемся не нас сожрали ребят эх не очень понятно просто что тут надо делать я понял что выхода нет ответ надо искать внутри этой комнаты пропускаем заставку вот благо это можно сделать вообще очень хорошо когда можно пропускать заставки в играх которые ты уже видел в последнее время пошла мода на непропускаемые заставки вообще никогда чтобы спрятаться в шкафу нажмите е ну давай спрячемся еще раз в шкафу ну давай давай да а фонариком его нельзя пугать светом мы же не зря наверное заправлялись то а а нельзя его сжечь не в этой игре нельзя никого сжечь к сожалению подстрелить или еще что-то подобное провернуть блин опять этот душный смарт стелс ну вот слушайте вот это вот уже прям действительно действует на нервы только что только что мы с вами ребят в прошлом видео полтора часа ну ладно полтора часа это все видео было наверное где-то минут сорок провели в подземелье больнички где шкерились от охранников по углам и это изрядно бесило теперь сразу же после этого нам нужно шкериться по углам от какого-то монстра как бы как бы на месте разработчиков я бы наверное пораскинул мозгами и решил бы что ну что это как-то не очень тут главное нет индикатора еще видит нас монстр или нет вот что неудобно и перри пи пи дать побегаем я не знаю что мне делать честно говоря о кинжал все я понял чем мне делать окей контрольная точка еще раз вот ну в общем моя мысль в том что как бы после уровня со стелсом делать еще один уровень со стелсом это как-то ну мягко говоря странно с точки зрения гейм дизайна тут конечно такой стелс понапряженнее но тем не менее где эта хрень ползает вот там где-то да успею я добежать до витрины так воспользоваться кинжалом мне бы игру сохранить он пока сныкаюсь почему вот в этом шкафу то коньки тоже можно двинуть я вот не понимаю я понимаю что как бы это типа на нет слушайте а как пользоваться кинжалом тогда че за чушь я думал он сейчас более-менее автоматом его убьет потому что у нас эта игра как бы вроде не про экшон мы не террористов на респе ножом режем в контр страйке же да вот непонятно непонятная игра какая-то блин ребят честно вообще не нравится мне это блин еще один идиотский уровень блин на котором непонятно что нужно делать ну и где эта срань так ой кажется нас спалили или не спалили нет спалили вот сейчас сейчас эта хрень уйдет отсюда наверное сейчас уже пора вылезать так 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 стал ну пробуем еще раз ножичку нет как-то больше особых шансов нет да не пусть мне на нем нужно что ли успеть ешку нажать на этом монстре что ли я не понимаю в чем моя проблема как бы я думаю ребят вы надо мной можете поржать уже в чате много раз наверняка здесь какой-нибудь очевидный ответ на все это но где-то срань ползает долблю е мне не помогает ребят я правда кинжал сменил как вы заметили наверное ну еще раз давайте не будем менять кинжал в этот раз ребята да блин ну и дух а та честно вам скажу блин надо было такую идиотскую хрень придумать а надо же еще раз ешку нажимать чтобы он подобрал кинжал это друзья долблю не а может какая-то другая кнопка есть я не понимаю для использования оружия все все разберемся пацаны управление клавиатура пригнуться бежать взаимодействие свет средняя кнопка мыши источник света на выстрелить щелчок лкм то есть надо на мышку нажимать да на левую кнопку мыши для использования оружия блин ребят ну и бредятина честно блин что тут игра вот мне вначале очень сильно понравилась сейчас вот она превратилась в какую-то душную блин фигню с монстрами нет я понимаю что монстры могут быть встречи с ними тоже могут быть но это прям просто какая-то скукота долблю а вот так вот что ли где эта хрень нет слушайте я не понимаю вообще в чем смысл игра разработчики что вы хотели донести до игрока вот этим уровнем замечательного какой-то бред еще меня тут отвлекают сообщениями в телефоне друзья простите так ну еще раз я не знаю сколько раз мне нужно проходить блин я просто не понимаю как бы чё от меня хотят то вот я нахожу кинжал может другой кинжал попробовать и им долбить левой кнопкой мыши может этот блин кинжал не срабатывает на конкретно этого монстра блин я же хз и может может тут какой кинжал дин кинжалы, ребят, судя по всему. Значит, два кинжала из комнаты, из которой я сначала пытался брать кинжалы, если вы поняли, что я имею в виду. Я попробовал, они не срабатывают, значит, вот средние из витрины тоже не срабатывают. Ну окей, значит, другие какие-то брать, блин, ну окей, да, окей. Что за духота, друзья, ну давайте начнём по порядку, да, берём это, я просто не очень понимаю, как его использовать. Видимо, вот так, я хз. Потом проверим вот этот кинжал. Здесь, а, вот здесь ещё кинжал есть. Где срань? Здорово, чувак. Нет. Не работает. Ещё раз. Будем методично проверять все кинжальчики, которые тут есть. Идиотское решение, честно вам скажу. Потому что, осматривая витрины, я слышал от героя только хмммм, до того, как взглянуть на картины. Как бы, по логике вещей, мы должны были бы быть готовы к этой встрече. Мы должны были бы осмотреть все кинжалы заранее. Изучить, проанализировать их назначение. И уже вот в такой критической ситуации мы должны были бы знать, к какой витрине бежать. Так ведь? Когда эти пропустим заставку, чё я ещё раз смотрю-то? Ну, а увы, разработчики, решили, что вот веселее будет перебирать кинжалы по порядку. Давайте этот возьмём. Может быть, я смогу воспользоваться этим кинжалом, ещё бы знать, как им пользоваться, чувак. Вот в чём проблема. Там ещё одна витрина, в ней наверняка тоже что-то лежит. Где хрень? Нет. Нет, нет и нет. Окей. Что это было? Я понял. Продолжаем разговор. Так, вот этот мы ещё не пробовали. Как его? Его вот так вот надо держать? А, вот в этой витрике ещё кинжалы есть. И здесь, наверное, да, и здесь тоже кинжальчик. Но он тут мелкий какой-то, блин. Вряд ли он подойдёт. Где хрень? Здорово, чувак. Как дела? Неа. Я, правда, во все эти разы, ребят, я не уверен, что я правильно его использую. Я просто зажимаю ЛКМ и держу как бы вот так вот кинжал на вытянутой руке. Не верен, что это правильно. Хотя я пробовал долбить ЛКМ, это тоже ни к чему не приводило. Хоть бы показали какую-нибудь анимацию, что... Не знаю, что герой пытается заколоть им врага, но не получается. Чушь какая-то, короче, блин. Просто полнейшая чушь. Ну, давайте я этот проверяю. Но он тоже мелкий какой-то, не знаю. Ну, вот держу я его вот так на вытянутой руке. А может быть, вот так вот надо, а? Где срань? Не зря же нам тут масло-то выдали. Эй, Леопольд, выходи. Подлый трус. Здорово, чувак. А, да. Надо было со светом похоже, ребят. Угу. То есть, подбираем кинжальчик. Какой-то, не знаю. Возможно, уже один из тех, которые я попробовал. И с лампой, значит, идем на этого чувака. Видимо, такая идея. Да. Ой, блин. Ну и фантазию разработчиков, честного скажу, ребят, блин. Ё-моё. Давайте еще раз попробуем. Вот так. Где хрень? Давай, чувак. Нет. Не работает. Ну, не работает. Ты не хочу я прятаться в шкафу, я хочу уже... Ну, вряд ли такая хрень защитит от этого господина. Где он там есть-то? Неа. Ох, ребятушки, да. Что-то я не знаю. Прям даже духота какая-то. Духота душнейшая. Ну, у меня, конечно, появилась одна безумная мысль сейчас. Попробую ее проверить. Давайте сейчас какой-нибудь кинжал еще подберем. Сейчас объясню, ребят, что я имею в виду. Ну, монстра, очевидно, убить все-таки нельзя. Кинжалом, да? Так, где там эта хрень? Е-мое. Снычимся ненадолго. Я хочу сейчас в соседней комнате кинжальчики еще проверить. Здесь мы более-менее все осмотрели, по-моему. Ну, не совсем, конечно, но... Так, более-менее, да? Тихонечко ползем. Не привлекаем внимания. Вот здесь давайте посмотрим кинжальчики. Прячемся. Так, где этот хрен? Вот он, он. Давай, ползи отсюда. Тому тут и без твоей помощи. Сейчас коньки двинем. Короче, смотрите, в чем идея. Не, не работает. Не тот кинжал. Ладно, пускай он нас сожрет. Загрузим сейчас в последние контрольные точки. Вот в чем была моя идея, что, возможно, нужно порезать картину, чтобы избавиться от монстра. Вот в чем дело. Но теперь нужно найти правильный кинжал, как я и предполагал изначально, что кинжалы придется методом перебора определять. В общем, полная фигня, а не уровень, на мой взгляд. Наверное, идея в том, что нам нужно вот сюда пилить, потому что наверняка нужный кинжал здесь где-нибудь. Сейчас там этот монстр наверно сюда забежит, поскольку я прямо у него под носом прошмыгнул. Нет? Так, вот тот я уже опробовал, да, кинжальчик? Не знаю, давайте вот этот теперь попробуем. Вот этот я еще не пробовал. Так, теперь снова прячемся, потому что этот монстр сейчас сюда прибежит. Так, ждем. Аккуратненько. Блин, тут много кинжалов, я задолбаюсь их все перебирать, честно говоря. Что, не, не идет он сюда? Ну ладно, поползаем тогда, что? Где он там? Блин, у нас была картина, зараза. Подныкаемся. Надо до картины добраться. Так, давай-давай. Вали отсюда. Блин, он вправо уходит. Да что ж такое-то? Сколько ж можно-то? Что, не ползет он сюда? Даже странно. Нет, ползет. Вот он. Так, давай, влево уходи. Нет, вправо уходит. Ладно, окей. Пойдем тогда здесь. Блин. Ё-моё. Потерял ориентацию в пространстве немножко. Из-за этих эффектов графических. Так. Не, запалил на взгляд. Вот ведь. Зараза. Ну, еще разок, ребят. Ну, что ж поделаешь-то. Ну, это же очень увлекательно. Стелс, он очень увлекателен, особенно, когда он подряд во всех уровнях, ну, каких только возможно, да? На этом кинжале мы остановились, я его не успел попробовать. Давайте еще раз пробуем. Ныкаемся. Возможно, надо даже не ныкаться, а бежать прям к картине. ХЗ, короче. Так, смотрим, куда он уйдет сейчас. Влево-вправо. Вправо уходит, да? Тун-трун-ту-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Я не знаю, где он там. Где-то. Главное, успеть ешечку нажать. Похоже, сработал, ребят. Ура. Второй найденный мной кинжал. Казался верным в данном случае. Да, да рубани-то кинжал ему. По-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Да. да что с тобой да ничего просто пора перестать употреблять ты уверен что тебе больше не пригодится эта рука теряешь хватку детектив при таком раскладе ты прав бутылка прикончит себя раньше чем я ты ничего не видела я видела как ты чуть было не воткнул себе в руку кинжал я пропустил что-то поинтереснее да как сказать да нет думаю я просто перебрал это и так понятно если ты не в состоянии отличить реальность от вымысла у тебя серьезные проблемы ты знала ты все знала про этого монстра о чем ты говоришь считай что тебе повезло ведь я спасла твою руку пусть даже я сделал это ради спасения товара ты имеешь ввиду меня не листи себе дорогуша я говорю про содержимое этой галереи и кстати куда ты собрался с этим кинжалом но он спас мне жизнь это не просто кинжал тебе стоит поговорить с элджерном дрейком он торгует антиквариатом здесь на дарк утере он все тебе расскажет об этом кинжале судя по бухгалтерским книгам это он продал кинжал сандерсу неплохо прогнать эту тварь можно было только кинжалом если хоккенс пытался избавиться от этого бродяги она могла связаться с дрейком этот торгует с антиквариатом хорошо разбирается в оккультизме встретившись с ним я ничего не потеряю снова завелся иди куда хочешь а я чё она уставилась в эту шкатулку то в этой шкатулке вроде ключ лежал ну да мы его взяли открыли галерею потому что сама нам разрешила туда войти не понял вот этого последнего кадра совсем безымянная книжная лавка бородяга оказался не просто картиной сары хоккенс эта огромная тварь выскочила из полотна и напала на пирса после долгой драки сыщик смог снова запереть тварь в картине позже он узнал что кинжал которым он прогнал чудовище продал сандерсу человек по имени элджерон дрейк владелец безымянной книжной лавки пирса реши решает сходить туда главное чтоб там нас никакие монстры не поджидали о похоже мы опоздали до но это что-то как-то слишком предсказуемо где продавец не уверен что я хочу знать где он в реальности ребят да да ладно знаете что пожалуй хватит меня на сегодня встреч с монстрами дневники книжки в общем тут в этом лавке явно тоже можно прокачать свои навыки немного займемся этим следующий раз ребят подписывайтесь на канал конечно же лайки тоже ставьте лайки всегда хороши и важны не забудьте также про ссылочки в описании которые есть ну и до встречи в следующем видео по этой замечательной игре счастливо спасибо за просмотр! не забудьте подписаться на канал! Продолжение следует...